Уважаемые любители моих разных эволюционных и научных историй, сегодня у нас довольно забавный выпуск. Он будет посвящен мозговым конюшням. Ну, понятно, для тех, кто хорошо знаком с историей, особенно греческой, никаких вопросов нет. Ну, авгиевые конюшни, как известно, широко распространены были эти истории про авгиевые конюшни в 19-18 веке, вообще как возник интерес к Древней Греции. В чём же дело? Значит, авгий – вообще это хорошее слово, красивое, сияющее. Ну, вот ему с дуру ума Гелиус, бог солнца, подарил коней вместе с конюшнями, как я понимаю. Ну, и поскольку в те времена, а дело было в Греции, были огромные проблемы с мигрантами. То есть навоз вывозить за конями был некому, и греки загадили эти конюшни, в общем, там, под крышу. Короче говоря, с конями было уже трудно извлечь их из этого навоза. Ну, и тогда добрейший, значит, социалист Авгий, ну, там, через старые руки, пригласил поработать мигранта. Он такой нашёлся, звали его Геракл. И вот, значит, этот мигрант решился, взялся за работу, сговорились по деньгам, и он там перепрудил пару речек-вонючек, в Греции их не так много, и они стали ещё более вонючими. То есть они смыли это всё дерьмой из конюшен. Ну, и, понятное дело, мигрант, ну, в смысле Геракл, пришёл к Авгию и говорит, деньги давай, в смысле? Пора расплачиваться, начальник. Ну, тот, конечно, денег не дал. После этого наш простодушный мигрант пошёл на это замечательное место, то есть на страну Илейцев он пошёл войной, ну, и между делом ещё и Авгия убил. Но это так, поучительная история, самая поучительная в ней не конюшня, как вы понимаете, а то, что за работу надо платить. Иначе может случиться несчастье с головой. Ну, то есть, иначе говоря, это такой образ светлый, и когда хотят что-то сказать, что совсем уж дело плохо, то говорят, что, например, такие возникли Авгиевые конюшни. То есть непролазная грязь и навоз. Вот примерно такая история и произошла с мозгами на этой планете. Авгиевые мозги, в смысле конюшные. То есть навоза в них, бог знает сколько. Почему? Потому что искусственный отбор давно не осуществлялся. И, так сказать, авгиеносцы у нас просочились во все слои общества и во все, собственно говоря, структуры мировые. То есть это не обязательно какие-то у нас или на южных рубежах России или где-то там в Европах. Нет. Просто в соответствии с теми книжками, которые я пишу, вот здесь в данном случае уже 4 издания церебрального сортинга, 5 изданий «Нищеты мозга» и даже есть зарубежные версии, изданные в сопредельных недружественных государствах. Поэтому мы можем с вами, так сказать, достаточно точно оценить ситуацию. Вот происходит, что запущен в результате тех или иных процессов, запущен церебральный сортинг. То есть искусственный отбор. То есть из авгиевых конюшек постепенно начинает смываться всякая дрянь. Этой дряни очень много. Она не только, например, находится где-то там в коммерции, что нет, наука наполнена, это сплошные авгиевые конюшни. Но если количество чиновников, управляющих наукой, превысило число учёных, то уже надо что-то делать. Ну, хотя бы вернуться к советскому периоду. Ну, уменьшить количество чиновников, управляющих наукой, ну, в пять раз хотя бы. Всё равно будет больше, чем тогда. И таким образом повысить зарплату учёным. Начать, например, финансировать покупку оборудования и прочее, прочее. А так это происходит очень плохо избирательно. А так эти самые чиновники, чтобы оправдать своё существование, раз в неделю, я не шучу, изобретают новые постановления и решения, чтобы занять учёных. Работа-то когда? Мы должны с утра до ночи отписываться от каких-то полунормальных, с рыбьими глазами тёток, которые изобретают всякий бред, чтобы заставить нас писать проекты, планы. Каждые два месяца отчитываться. На всякий случай скажу, что даже в западных странах статьи выходят где-то раз в полтора года, если ты их сдаёшь. То есть каждые два месяца. То есть такое впечатление, что эти торговки из мясных отделов советских магазинов перекочевали прямо сразу в Министерство науки и высшего образования. Ну, судя по лицам, видимо, так и происходило. Но это, так сказать, местный уровень, так сказать, авгиеносцев, скажем так. Есть ещё и физический уровень авгиеносцев. Это когда, как поёт Шнуров, в общем, там в голове нехорошо, ну, в песне, посвящённой здоровому образу жизни. Вот если это происходит, то тут уже ситуация посерьёзнее, потому что такие авгиевы конюшни приходится чистить не с помощью мигранта Геракла, но примерно так же, то есть перенаправляя русло рек так, чтобы всё это смыло. Это сейчас происходит в Южной России. В ближайшее время, я думаю, надо приготовиться западной части бывшей России, привисленским областям, чухонским территориям, ну, и там по побережью Чёрного моря, включая Румынию, Болгарию. Так что готовьтесь. Тут я ничего не могу сделать. Это не я придумываю, и не я каркаю, как ворона, чтобы сглазить. Нет. Это законы биологические. Вы их нарушить не можете. Вы можете там кричать, орать, махать руками, но неизбежно это произойдёт, потому что эволюционные процессы никакого отношения к политике не имеют. Но если у вас в головах такая штука, как в Авгиевых конюшнях, то что вы ждёте от жизни? С вами поступит ровно так же. Вас моют речкой. Ребята, напрягитесь хоть чуть-чуть. Кто начнёт напрягаться, тот, может быть, и останется. Ну и есть системный, конечно, процесс, церебрального сортинга или искусственного отбора. Называйте, как вам больше нравится. Просто церебральный сортинг – это глобальная система по отбору мозга с заданными функциями, которая происходит в соответствии с эволюционными процессами. Не с моими желаниями. Будет томограф или не будет. Будет система прижизненного отбора. Не будет. И для эволюции – это безразлично. Это моя жалкая, ничтожная попытка, которая вызывает гигантское сопротивление чиновников, которые собираются прям небольшими шайками для того, чтобы уничтожить проект. И это им пока удаётся, обращаю ваше внимание. Потому что страх перед тем, что с ними будут делать потом, он так велик, так очевиден, что даже эти, скажем так, ограниченные интеллектуальные существа по-настоящему пугаются. Так вот, независимо от их желаний, эволюционный процесс остановить нельзя. Все основания подробно изложены. Причины известны все, начиная от детской дифференцировки мозга, кончая половым деморфизмом, включая сменой общественно-экономических формаций, которой отродясь не было. Ну, это специальные выдумки коммунистических историков, тех самых, из любителей научного коммунизма и истории партии, которые вдруг переделались философов и стали промывать мозги тем же самым способом, но не как Геракл, а пока еще только закладывая туда драгоценные минеральные удобрения гражданам. Так вот, системный подход тоже от них не зависит. И здесь мне придется сделать некоторое предупреждение. Уважаемые слушатели, я много раз предупреждал, что на Украине надо учить русский. Я много раз предупреждал о тех процессах, которые происходят. Вот очередное пророчество. Я очень рад, что меня никто не слушает и мне не верят. Мне это дико нравится, потому что потом тех, кого я знаю из таких высокого полета граждан, ходят с круглыми глазами и говорят, ну надо же, как это неожиданно. Предупредили всего 500 раз, но в это было нельзя поверить. Может быть, сменить что-нибудь в голове, промыть там, проточной речкой, вот это самое, что накопилось, как в Авгиевых конюшнях, тогда понятие придет. А может, просто этих людей пора сменить всех. Так вот, системный процесс состоит в том, что уже баланс энергетического содержания, можно сказать, мозга, можно сказать, людей, он дошел до такого градуса, что осталось очень немного времени. Этот ролик записывается на майских праздниках, потому что я занят, и мне некогда этим заниматься, и только по просьбе трудящихся мыслителей я это делаю. Так вот, время осталось в обрез. Советую к сессии студенческой отнестись очень серьезно. С ее концом может наступить переход к новой фазе системного глобального отбора. Она начнется медленно, неторопливо, никто не заметит, крахов не будет, революции с флагами не будет, Марсельезу вопить на Эйфелеву башню никто не встанет, просто станет, как бы вам так сказать, очень тихо. Поэтому необходимо, на самом деле, особенно в нашей стране, уделить огромное внимание кадрам. В чем дело? Дело в том, что, если у вас в головах Авгеева проблема, то ждать от чиновников и управляющих серьезными ресурсами чего-то другого, кроме этих самых Авгеевых продуктов, не приходится. Поэтому нужно решать кадровую проблему. И тут мы переходим как бы к второй части моего сегодняшнего выступления. Пока я пью чай, полюбуйтесь цветочками. Итак, во второй части я рассказываю о энергетическом проекте, который мы сейчас уже в мае заканчиваем. Дело в том, что мы бьемся уже не один год над темой прижизненного анализа, поскольку чиновники, те же самые, у которых авгиеносцы не хотят томографа. Ой, не хотят. В общем, надо натереть им горчицей одно место, чтоб пели и хотели, лизали и пели. Но это произойдет, я думаю, в ближайшем будущем. Так вот, этот самый наш неинвазивный подход, оценки энергетических способностей человеческого мозга. Мы заканчиваем этот момент не из-за того, что мы не можем продолжить. Можем. Это не проблема. Проблема в том, что материал, который мы собираем, нам надо обрабатывать. Это серьезная научная работа. И так очень многие жалуются на то, что мы долго делаем. Ну, милые мои ребятки, мы же не фальшак вам распространяем, у нас же не пирамида, нам же надо каждого, каждого проанализировать несколькими способами. На человека уходит полдня, но, слушайте, всему есть пределы, нашему трудолюбию тоже. Просто физически очень трудно делать. Хорошо там, когда все одной семьей, там непонятно, то ли все вместе написали одно и то же, то ли по отдельности, но получилось абсолютно идентично. Это ладно. А когда все люди разные, они разные, и мозги у всех разные, нам приходится очень сильно напрягаться. Причем же ведь многие, простите меня за резкость, подлецы. Почему? Потому что они пытаются нас вести в заблуждение все время, придумывая всякие уловки для того, чтобы повысить как бы свое, в своих глазах свою интеллектуальную значимость. Это, конечно, не получается, потому что залезть в собственный мозг и заставить его думать по-другому не получится. Это мы уже проверяли много раз. То есть обмануть не получается. Но возни при этом, для того, чтобы подделить, так сказать, имитационное поведение, связанное с повышенной доминантностью от реальной конструкции, довольно много уходит времени. Поэтому приносим извинения за задержки, но все будут обслужены, просто медленно. Чем сложнее, тем больше возни. и чем хитрее, конечно. Ну вот. Некоторые нравятся то, что им там мы написали, хотя, честно говорю, нас немножко это передергивает, когда мы вынуждены писать о том, что, ну, как бы, у вас с мозгами не очень, у вас есть потенциальный ресурс. Ну, что мы можем сделать? Ребята, ну, надо напрягаться. Не будете головой напрягаться, действительно, как написал один тестируемый хвостик отрастет. Ну, у него очень красивый образ, ага, это тайно расчесываю хвостик, его мылю, шампунем, там, да, все такое. Так, вообще, хвостик этот, знать о нем надо, но лучше его прибирать. Ну, если вы находитесь в среде хвостатых, таких же, у которых единственный смысл жизни, еда, размножение, доминантность, размер, длина и расчесанность хвоста являются критерием успешности, то вам, конечно, его надо доставать из штанов и пылить им. Это правда. Но, если вы пытаетесь встать перед зеркалом, подумать, что вы из себя представляете, лучше, чтобы этот хвост напоминал вам о том, что надо еще головой поработать иногда. В общем, для этого это все и делается. А мы собираем материал, потому что нам очень нужно разобраться. И проблема-то фундаментальная, она серьезная, она связана с локализацией речевых полей, ну, они моторные, зоны Барака, и ассоциативных речевых. Вот мы пытаемся в этом расковыряться, потому что эти ассоциативные речевые, не связанные с моторикой, они, в общем-то, скажем так, мягко-плохо известны. Потому что, ну, известно, еще Барака показал, что человек, который там получил травму и говорить не может, он зато может петь. Ну, в общем, здесь много тонкостей. Смысл такой, чтобы выявление чисто человеческих речевых и не только речевых, письменных ассоциативных полей, потому что это очень разные вещи. Вот над этим мы работаем и очень надеемся, что ваши вот эти присылки, материалы нам здорово помогут. Они уже помогли. спасибо вам огромное человеческое. А с другой стороны, мы надеемся и продолжить это, и когда-нибудь я вам расскажу о том, что мы в результате этой многолетней работы получили. Это будет интересно. Вот. Таким образом, мы продолжаем работу, хотя и сейчас она к лету закончится. Дальше ко мне еще есть ряд вопросов, причем уже более веселых и менее научных. я опять хлебного чая, а вы посмотрите на цветочки. А то некоторые возмущаются, что я трескаю в эфире, мол, где-то нехорошо. А я считаю, что хорошо. Что я сейчас лекции не считаю, и голос у меня садится очень быстро. Ну, так что потерпите немножко. и и и так серия вопросов существует про мою бурную деятельность в городе Саратове. Да, я там бываю, там открылось замечательное заведение Пироги Мухи на Столыпино 24, проспект Петра Столыпино, в самом центре города, где осуществлена такая моя виртуальная мечта. То есть там есть закуски, которые приняты, есть на Руси и там есть дозы водки, которые, собственно говоря, было принято у нас пить. Не для того, чтобы напиться методом граненого стакана, а 15-граммовые рюмочки. Это святая традиция. Она столь же показательна и столь же этнический подтверждает нашу идентичность, как и все остальное. культура питья не возникает из телевизора. Вы меня из интернета. Там возникает бог знает что. Люди должны видеть образцы осознанного отношения к этому делу. Не будет образцов, не будет подражания. А как известно, среди бабуинов основной способ научения это подражание. Сколько вы не учите, если вы сами вести себя не будете по-человечески, ваш ученик будет воспринимать ваши бабуинские начала, а не человеческие. Поэтому надо не рассуждать о тему вреде алкоголя, а показывать, как это можно обойти и как можно из этого получить удовольствие и не подорвать здоровье. Вот о чем идет речь. Кто этого не понимает и там скубает желтые одуванчики, пусть скубает, не мешайте людям веселиться. В конце концов они получают от этого удовольствие и повышают свою доминантность. Ну ничего ты не сделаешь с мартышкой, если она мартышка, и объяснить ничего невозможно. Отсутствие образования, знаний, воспитания дает прекрасный повод превращаться быстро в Бабуинов. И эта светлая дорога, она тоже имеет место. Но если мозг у человека устроен как угомодрило, что вы можете сделать? Будете говорить ему нельзя, он говорит можно. Говорит нет, можно. И делает так, и до тех пор, пока его не съест кто-нибудь. Ням-ням. Ну просто он по глупости залезет не туда, и там проведут декапитацию. Поэтому уважаемые слушатели, речь идет о том, что можно до посинения говорить о скрепах, о традициях, и о чем угодно еще. Но попробуйте-ка сделать что-нибудь. Вот так, пальца палец ударить. Ну хотя бы откройте русскую, нормальную, не надо для богатых, для всех, русскую рюмочную. Нормальную, традиционную, в рамках русских традиций 19 века, с теми закусками. А торговля битыми налимами в элитных ресторанах, это, не простите, мелкий выпендреж деревенский, который никакого отношения к реальной ни русской кухне, ни к русским традициям отношений не имеет. Поэтому, к сожалению, эти могут познакомиться только саратовцы, приходить на столы пин 24, попробовать, там, во второй половине все это, по-моему, открывается, и приобщитесь, в том числе, к напиткам. Не ретифицированная мерзкая водка, а все-таки облагороженные настойки. Чего вам желаю, получить удовольствие и приятно провести время. Поэтому вопрос о том, буду ли я там продолжать? Конечно, буду. Для того, чтобы у меня заканчиваю сейчас работу над книжкой по миногам, которая началась там пять лет назад еще, во времена, когда я встречался с гоблином, в смысле, Дмитрием Пучковым, и мы с ним расчленяли миног, я их там потрошил, выковыривал мозги, ну, и заодно мы их жарили и ели под сад в виде закуски. С той поры прошло уже много лет и книжка включается и тархотонический атлас мозгами ноги заканчивается. Она будет называться Невская Минога. Заказы можно присылать в издательстве, может быть, это чуть-чуть их подогреет к более быстрому выпуску книги, хотя она еще немножко не закончена. Но это долгий процесс. Теперь у меня следующий эволюционный объект, я об этом говорил уже, это конечно стерлядь. Ну, почему стерлядь, это маленький? Это маленький осетр. Остры огромные бывают. У них вот такого размера бывают мозги, я неоднократно их скрывал и доставал мозги. Но такой мозг, это четыре с половиной тысячи срезов. Я могу не дожить до конца подготовки материала к исследованию. Мне хотелось бы посмотреть. А все-таки у стерлядь где-то вот такого размера в ближайших роликах я покажу вам, расскажу, чего там видно. И это выдаёт возможность переварить этот материал, то есть он не такой гигантский. Чем я буду заниматься? Мне надо где-то около трехсот стерлядей будет за три-четыре, может быть, даже пять лет. Поэтому я приложу некоторые усилия, чтобы это все продолжалось и буду поддерживать этот замечательный, эту замечательную забегал иковку или по-старо-русски быстрю, ну и по-быстрому и пошёл. Для того, чтобы там, во-первых, бывать, во-вторых, помогать людям осуществлять культурное развитие пятийного дела в России, а в-третьих, собирать материал. Так что смысл в этом есть, есть большой. Потому что мне хотелось бы сделать несколько книг, если хватит сил, о том, как эволюционировал мозг на ранних этапах становления позвоночных на этой планете. Мне кажется, это интересно, и это интересно может быть не только мне. Ну, может быть, лет через пятьдесят, кто-то один от начала до конца прочтёт эти мои сочинения, но чаще не бывает. но тем не менее это имеет смысл делать, потому что никто делать этого не собирается, потому что это дорого, очень, долго, очень, и затрачивается очень много сил. Людей, которые готовы идти на такие жертвы, тем более бесплатно, я, в общем, не вижу. По этой причине придётся делать самому. ну, что же делать, кто-то это должен тоже сделать, раз уж знания накоплены, и представления об этом есть, а технологии позволяют довести до читателя. На этом, уважаемые слушатели, я с вами прощаюсь. Желаю вам чаще использовать речки Геракла и промывать собственные мозги от тех нечистот, которые там регулярно скапливаются. Ну, хотя бы чаем. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok